прошу любить жаловать но наверняка вы не так все знаете александр филиппов турнир чемпионов луна парк с блэк джеком и и протеином не после серега уже все умирательную яму продавливает очень интересно спортсмену непонятно но интересно тренеру неинтересно на 50 маловато не конец нему тебе кажется тебе все еще мало полкиников беру свои слова брата ребята всем привет наконец-то дождался своего тренера приехал специально в киров но правда по работе но заодно мы тут двух зайцев убили и потренируемся небольшой тренировочный лагере у нас на пару дней сегодня попал у нас ноги прошу любить жаловать но наверняка вы не так все знаете александр филиппов турнир чемпионов тренер про атлетов собственно мы уже работаем около как у 4 год уже 4 4 год мы работаем и вполне себе успешно под его руководством я стал профессионалом поэтому сегодня будет много крови и пота смотрим очень скучную часть заканчиваем пошлите работать она на бицепс бедра количество повторений средние 12 до 15 тайминги медленно там с поддерживаем затем уже перейдем к приседаниям поработаем статике затем на заднюю поверхность бедра скорее всего мертвую тягу там уже в процессе будем ориентироваться зависимости от того какие результаты нам дал этап специализации то есть силовые выросли мне нужно посмотреть при какой выносливости мы теперь можем работать я только приседания услышал ну радуйся это не точно поехали на разгибание сидя по одной ноге так чё по одной ноге до нем тут не слышимые подковы ты там по приседал то есть колени у тебя уже размяты давай добавляю если что на две ноги мне здесь приток не хватает прекрасно смотри ты садишься не как обычно ты садишься переместив вес полностью на рабочую часть тела то есть мы сейчас делаем правую ногу ты наклоняешься вправо и всю ногу в тазобедренном суставе ротируешь его наружу то есть по факту у тебя движение происходит развернутой ногой задача чувствовать внешнюю часть квадрицепса в большей степени каплю сейчас каплю тогда по сидушке смещаешься еще влево сейчас нет ты прям попой двигаешься по переваливаешь вес на ягодицу прям целиком давай покажу что я хочу от тебя увидеть это то что нас любят рассказывать разверните носки разворот в голени нагрузку по квадрицепсу не меняет никоим образом нас интересует ротация это забедренного сустава целиком то есть у тебя нога развернута вся а а вот кстати чё скажешь по этому поводу вот типа вовнутрь поворачиваешь стопы или внешне то есть сокращается ли большая какая-то часть матрицы не меняется вообще люди по количеству всех экспериментов мы с миографом провели не меняется вообще ничего изменения происходят сокращается должен ротировать сустав находящийся выше рабочей мышцы то есть мышца должна быть смежно с кем суставов которым ты совершил действия вот тазобедренный у тебя выше в нем ротацию совершил грубо говоря как в школе помнишь присед типа лягушка ноги разворачивая сторону сидя на полу для улучшения мобильности тазобедренного сустава вот в этой ситуации нагрузка по квадрицепсу будет меняться мы это регистрируем если ты можешь все узлом стопы завязать глобальная иннервация по квадрицепсу не изменится да посмотрим что получится сейчас вторую ногу прямо на землю до переваливайся переваливайся там еще придется еще этот брать коленном суставе неприятных ощущений нет нормально хорошо на внешнюю часть ушла нагрузка да еще нужно развернуть не чувствуется это внутренняя ну не вот сюда больше чувствуется еще тогда ратируем йога боксики есть маленькие вот такие подушечки мягкие . один ну у меня прям почему-то под внешне почувствовать бы вот сейчас мы найдем точку я собственно чай приехал с внутренней поверхностью проблем нет нам требуется во фронт площадь увеличить ноги ты и подкладываешь по цене под вторую я будет под ней рабочая что ты сидел прям криво вот сейчас должно по и провались на но вот на бок на котором да и ногу разверни ногу прямо целиком вот и вот теперь пробуй вот сейчас почувствую на сейчас есть говорят пока руками не развернешь ничего не заработает это она 15 повторений вот сейчас прям четко не спеши здесь нагрузка на коленный сустав несколько непривычная да давай еще три поменяли ногу также таз провалил ногу не рабочую просто сверху положено тебе абсолютно не нужно чуть-чуть икру на меня поехали не лучше могу сюда как удобнее у меня сюда трясет на первых подходах или вообще постоянно всегда всегда паузу верхней точки делаем как будто пятку вверх натягиваешь то есть мысленно еще стопу разворачивать да вот жестче колено него не роняй еще два и еще один хорошо вес добавлять не надо сразу правую ногу это что-то новенькое такое я еще не делал тратиться один новенький весело аттракционы александр филиппов как там было луна парк с блэк джеком и и протеином ногу проверни не забывай про это я сразу нагрузка будет сваливаться с этим ногу не будешь проворачивать вот сюда да прямо в бедро выдавливай вот да еще три хорошо поменяли на поэтому ты на сборы не приезжал что больно не было прогулся будешь наказан не весена валик очень узкий я увидел да не очень удобно ну что есть ну или просто жопа большая это факт в верхней точке паузу не забывай пауза до продавил выдавил мышцу давай еще раз хорошо еще паузу да еще еще три раз паузу держишь опустил паузу и 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 идея какая ты совершаешь полное повторение в негативной фазе на середине амплитуды делаешь паузу на секунду разгибаешь только после этого полностью то есть ноги согнул до середины до конца следи чтобы не отрывал таз прямо важно и старайся в позитивной фазе резко не забрасывать то есть подконтрольно поднимать и ориентировочно у тебя около секунды на позитивную фазу будет получается 2 на негативную три подхода по 10 12 повторов ноги также само меняются без отдыха между подходами поехали это все это вся твоя амплитуда ну я полностью сократил понятно ладно хорошо давай пауза опустил сократил до середины опустил хорошо я сама чуть убавил не отдохни не вставай не на поехал может чуть-чуть кровушки а походить чуть-чуть зачем и надо головка кружится не хотели плопнет ладно походи просто кровь поделать мозга глобальная система простая нас был месяц специализации на ноги мы значительно увеличили силовые показатели если их сейчас не реализовать в рамках многоповторного тренинга то специализация пройдена зря гипертрофию максимальную ты получишь только на объемных тренировках но с новыми силовыми показателями поэтому потерпеть следующую недельку пока ты не адаптируешься к изменению стиля нагрузки но с новыми весами придется вот сейчас размялись можно двигаться в сторону приседов со свободным весом или в смитинг насколько себя чувствуешь хорошо ну давай смите будет поспокойнее психологически со свободным весом большее количество синергиста задействую но мне не собственно сейчас нафиг не нужны меня интересует работа преимущественно квадрицепс ну давай как скажешь так и голос ну кей тогда пошли с ним заметил на ранее панкет после отдыха ты я бы хотел что-то чуть дольше отдохнула ты отдохнул столько сколько ты отдохнул дольше или меньше больше тебе вообще было как бы предложено сделать одни руки если сильно хочется за всю неделю но ты не выдержал я сделал одни руки и вот тогда я просто попомпился минут двадцать все больше ничего не делал да ладно эти честно говорю не смысл смотри механика следующая мы начинаем с условно небольшого веса килограмм пятьдесят да ты сделаешь он ты просто еще не знаешь что что меня впереди ждет да нет все прямо сейчас ждет ну так уж ладно 20 ты делаешь главное следи за тем чтобы ты не выходил за ограничители потому что скорее всего потребуется ты делаешь 5 повторений в пол после пятого встаешь до точки когда у тебя бедро параллельно полу и 4 секунды в статике в этом положении зависаешь потом встаешь отдыхаешь секунду снова делаешь 5 повторений таких у тебя три что в сумме получилось 15 повторений приседа и получается 11 секунд статике сегодня не будет больших весов будут а будут будут это все еще разминки да это подводочка к работе к рабочим весам я поэтому предложил сначала пятнашки но ты храбрый кажется надо соглашаться когда предлагать а постановка голову не опускай на ширине плеч без какой-то специфики вот как тебе комфортно как ты обычно 5 повторов просто 5 повторов сделай а просто 5 удар не услышал меня давай 5 повторов я буду говорить в процессе 2 3 4 присел до параллели еще еще пауза ждешь 4 секунды опустился встал и 5 повторов обычно 5 до 1 ниже 234 5 присел до параллели не отдыхаешь 4 секунды терпишь не проваливайся терпи поехали опустился встал и зря я опуститься 5 быстро еще один опустился до параллели и уже закислил я знаю давай 1 2 3 4 опустился встал и оставил силы то есть есть но власти нет вот это вот статика она просто выносливости потому что нет и мы над ней сейчас будем работать с учетом новых сил просто если бы у тебя есть силовых не было ты бы сейчас приседал спустил палочкой от мини-бара и умирал тут мы хотя бы можем себе подобавить а и и и привык с большими весами работать в таком темпе все твои большие веса делятся на 4 но они больше чем могли бы быть в этом основная идея то есть силовая выносливость выросла и мы это видим соответственно мы можем дать большую суммарную нагрузку за отрезок времени задействовать большее количество двигательных единиц соответственно гипертрофия будет больше учитывая что ты продолжаешь хорошо кушать мы создаем все условия единственное нужно будет посмотреть сколько потребуется времени для восстановления потому что количество окислов у тебя кратно сейчас больше чем от силовых конечно да кстати а покушать я уже снимал свой ролик с продуктовой корзины то что сейчас на наборе кушаю вот можете посмотреть что я ем и теперь какие у меня тренировки для того чтобы вот получить желаемые результаты в самом начале мы говорили о том что первый месяц восстановления без последующей скорее всего мы потратим на увеличение расхода связанного с восстановлением работы сердечно-судистой системы у тебя быстро нарастает масса сердце не успевает соответственно сейчас себе паршивенько но не так хреново как могло быть если бы этого не сделали поэтому за здоровьем сердца особенно на этапах набора нужно следить крайне внимательно и абсолютно неверное решение когда ребята на время набора избегают кардионагрузок считаю что это как-то негативно повлияет на их массу абсолютно нет во-первых позитивно улучшит транспортировку полезных веществ во вторых они хотя бы свинеть не будут глобально но и вот мы сейчас увидели для чего на самом деле кардио нужно чтобы ты мог просто через дыхание и через нормальную работу сердечно-сосудистой системы вытаскивать длительные подходы или подходы со статикой все вы тоже к нам присоединился тоже хочет накачаться на серёг пауза опустился ниже приседай хорошо опустился пауза упал и последние два опустился встал красавчик это хорошо возможно даже накачаешься что это все они это еще накидываешь нас ничего чего не хватает зловещего смеха у меня есть зловещее дыхание 10 3 по 10 3 подхода 3 подхода по 10 повторений до с отдыхом две минуты между подходами я знаю зачем ты серёгу взял на тренировку пока он делает ты отдыхаешь подольше единственная причина не тренируется да я вижу да нет совместно когда он мне про сейчас самое во всем этом классное что он еще не знает что будет дальше темп выбираешь сам как тебе комфортно единственное условие которые интересуют меня чтобы ты приседал глубоко то есть принудительно амплитуду ты не прерываешь вот если задницей в пол можешь значит задницей в пол отскоки отскоки если дотянешься отскакиваю тазовым дном а вот от 1 она наделать все хватит далеко не отходи раз хорошо можешь давай поехали 2 2 3 3 4 5 хорошо 6 7 еще 3 давай можешь 1 1 1 2 еще 1 отлично шикарный подход вот это было прямо очень хорошо ну хоть что тебе понравилось это 140 хорошие динамики с хорошей амплитудой и причем мы предварительно тебя утомили это очень хорошо если получится сейчас в этом же объеме сделать второй и третий это будет прямо шикарно можно будет сразу переходить на бицепс бедра и квадрицепс сегодня по остаточному принципу ты только живи эту жизнь в общем нет но это ничего не меняет но когда тебя это волновало вообще никогда всё так все как вы у нас была игра корпоратив на новый год короче приходили собирались компании и там надо было загадать любое слово и потом его нужно было отгадать то есть изобразить как ты еще знаешь не проходил типа того что я написал скандинавский на полу никто не смог настолько непредсказуем я написал чисто задротский тем помещера хотя не был скандинавский на клубе написал что не будет ножа этот скамья скотта типа назовите мистер олимпия в честь кого было названо тренажер никто не отгадал какие у вас конкурсы интересные и темы разнообразные твои пояса девайпера красавчик сереги же еще один у сереги уже все не после серега уже все умирать и на яму продавливает корпус выравниваешь полностью руки сложил на груди главное без провалов резких назад мне нужно чтобы ты не порвал все связки тем их максимально растянул мастер-фаст когда чувствуешь что уже больненько встаешь обратно таз назад не отводишь с ровной спиной без нагрузки на разгибатели спины 10 повторений для начала в этом движении в единственном наверное из всего комплекса где за активно задействуется квадрицепс максимально растягиваем мышцу по всей длине причем плюс максимальную нагрузку даем на связочный аппарат причем со своим весом через это пытаемся минимизировать соответственно вероятность травмы но и главное у тебя сейчас на четвертом получается упражнение уже хорошего уровня кровенаполнения соответственно все растягивающие движения будут улучшать выведение продуктов метаболизма ты лучше восстановишься но хотелось бы верить чем восстанавливался бы без этого то есть со всех сторон для нас движение нужно и интересное и полезное она форму мышц меняет прямо зрительно после фасции растягивается во-первых а во-вторых у тебя нагружаются те сегменты квадрицепсов которые ты не можешь нагрузить других движениях ты если замечал ты в приседе из-за ограничения гибкости тазобедренного сустава например на всю длину сесть не можешь плюс там еще в зависимости от рычага глубина приседа твоего регулируется а здесь ты даешь максимальную растягивающую нагрузку по всей почве главное следи чтобы по мере утомления ты не стал просто таз назад уводить спина ровная поехали это все да ну вот потянул хорошо не сбывайся горблю в спину там еще не высоко падать острой боли нет еще три потянул 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 раз еще два и максимально опускаешься вот еще можешь хорошо это ты так рад меня видеть собаки хвостиком стучат андрюха квадрицепсамопол сейчас у нас ходьба выпадами причем специфика техники какая выпад не очень широкий то есть не на максимальную длину ты выпадаешь нога рабочая жестко фиксируется второй ногой при опускании вниз ты не должен касаться коленом земли ни в коем случае то есть без никаких ударных воздействий зачем мы следим внимательно стараемся минимально наклонять корпус вперед потому что квадрицепс я уже мертвый до пошли там наклонять и поскакал очень удобно даже расчерчено ну че погнали в вырыгивание меньше наклоном вот дышать не забывай да хорошо можно кстати не разворачиваться на углу просто поворачивая сразу налево и продолжить минимизируй время которое отдыхаешь колени не болят нормально бицепс бедра забиваешь отлично в общем если сильно описание упростить то мы пытаемся во время выполнения максимальную часть работы выполнить чтобы к концу тренировки вы уже были более-менее с установленным пульсом и могли сделать заминку и пойти умирать домой Андрюха Андрюха уже почти готов идти умирать домой но у него еще мертвая тяга отведение бедра и приведение бедра банан я затынул на микроб и я не я Андрюх, когда выпадаешь, та нога, которая фиксирующее положение, старайся не допускать разворота голени, можешь травмироваться, когда веса будут расти. То есть выпал четко, без вот этого завала. Вот сейчас хорошо, сейчас прям выложился. Да нет, еще рано, еще три упражнения, погоди. Ты же неделю отдыхал, но хотелось бы в это верить. Соответственно, сколько потерял? 2-3 килограмма? Ну, было 115, сейчас 112,5. Задержанную жидкость потерял, плюс какое-то количество гликогена. Особенно учитывая, что всю эту неделю кушал чуть меньше, ЖКТ разгрузили. Сейчас на фоне стрессовой нагрузки у тебя всю жидкость поступающую с самого утра начинает забирать мышечная ткань. Уровень стресс гормона вырос. Соответственно, ориентируясь на это, мы можем теоретически уже сейчас начинать аккуратненько считать схему твою по количеству воды, которую мы будем использовать перед выходом на сцену. Там уже по факту создается то же самое. То есть ты, например, на тренировке ног последнюю проводишь до выхода на сцену за неделю. Гликоген у тебя уходит, но ты обезвоживаешься, манипулируешь солью. А перед выходом на сцену ты даешь, пусть даже незначительный памп, но на фоне обезвожки дополнительно и изменения соотношения калия-натрия для организма это стресс. И мы получаем ту форму, которую, ну и плюс еще загрузка углями, получаем ту форму, которую вы выставляете на сцене. То есть наполненный, но одновременно сухой. Вся вода в мышечной клетке. Это я просто к тому сказал, что во время тренировки я уже, наверное, третий шейкер полной воды пью. У меня дикий сушняк. В общем, из-за того, что я неделю отдыхал, организм на детечку отдал, а сейчас прям мощно ее запасают обратно. Все в мышце, у меня просто нереально допамплены ноги. Вот, поэтому такие вот ощущения, они очень прикольны с точки зрения, что ты до этого вообще на это внимание не обращал, а сейчас прям на каждую мелочь обращаешь внимание. Мы очень рады, что вы рады. Пошли к мини-штангам. Сейчас мы глобально повторяем тот же стиль выполнения движений, который у нас был в приседаниях. То есть ты делаешь 5 повторений в полной амплитуде, затем у тебя задержка в точке максимальной концентрации нагрузки на 4-5 секунд. Снова 5 повторений, снова задержка, снова 5 повторений, снова задержка. В итоге мы получаем 15 повторов амплитудных и 15 секунд задержки на один подход. Вес большой не нужен абсолютно, учитывая суммарную нагрузку, которую задняя поверхность бедра получила за всю тренировку. Попробуй. Ни хрена не понятно, но очень интересно. В чем разница между тренером и спортсменом? Спортсмену непонятно, но интересно, тренеру не интересно, но понятно. Так, делаешь 5 повторений. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Опустился. Стоп. И вот тут держишь 4 секунды. Поехали. Вверх поднялся. Пять повторений. Раз. И два. И три. И четыре. Пять. Поднялся. Опустился. Опустился. Давай, 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 давай. Четыре секунды держишь. Пять повторов. И раз. И два. И три. Четыре. Еще один. Куда-куда-куда. Погоди. Еще повтор. Сейчас заново начнем. Паузу. Держи. Опустил. Пятьдесят-то маловато, мне кажется. Тебе кажется. Тебе все еще мало полтинников? Беру свои слова обратно. Больше всего не люблю, когда на сборах. Особенно девчонки это любят. Она что-нибудь делает. Я говорю, что не так. И она, чтобы меня послушать, начинает прекращать подход. Я говорю, ты можешь просто исправить и вот это всего не делать. От кого и прости. Получается у нас подходов восемь, десять, двенадцать, пока технику соберем. На мертвой не могу напрямую делать. Я знаю. Ты не гибкий. Ты вообще деревянный абсолютно. Я не гибкий? Ты не гибкий. Скажи мне, какой я не гибкий. Я очень гибкий наоборот. Ты на приседе свою супергибкость видел? Нет, это только на приседе у меня реально так. Хочешь протестим? Давай, я сейчас могу. Вот так просто сделай. Супергибкий человек. Просто больно. Я догадываюсь, потому что связки у тебя не готовы. Дело не связки. Только не порви ничего. Ага. Ага. Ты достал? Ахахахаха. Вот это мой разговор. Давай у тебя подход. Гибкий я. Я не к тому, что я не гибкий, а к тому, что у меня чувствую под коленную связку. Потому что... На мертвой тяге. Что есть гибкость? Это возможность твоего связочного аппарата изменять свое положение в пространстве, удлиняясь. Вот она у тебя не может растягиваться на необходимое количество, ее поддергивать. Поэтому ты ее чувствуешь. Был бы ты условно гибкий, как гимнаст, ты бы мог полом переломиться, но не чувствовать связок своих. Потому что они были бы пластичные. Но это ничего, это вырабатывается. Это, кстати, стандартная тема практически у всех представителей силовых видов спорта. В плане деревянности видео. Вот этот прикол в плане подкали качка, когда бумажечку клеят на спинку. Живой? Немножко осталось. Хорошо сегодня отработали. Сейчас отведение приведения и икров. Ага. С этой частью ГУ пошли делать икры. Они системные сейчас. Ноги вы разваляли все равно с запасом. По икрам. Все, что можно было до этого попробовать, попробовали. А приведение не будем делать? А вот приведение давай. Пошли. Кстати, вот на прямых ногах прикольная штука. Занято? Вот тут такой же стоит. А, он разворачивает. Здесь механика стандартная. Три подхода по 12-15 повторов, но в точке концентрации нагрузки ты делаешь паузу минимум в секунду. Свел. Подержал. Отпустил. Свел. Подержал. Отпустил. Ты живой? Да, я просто думаю сколько вес поставить. Килограмм 45. Нет, что-то ты меня недооцениваешь. Я тебя уже и на мертвые тяги недооценивал. Ноги соответственно удерживаем прямыми, чтобы увеличить длину рычага. Так значительно тяжелее. Пятки все равно будут касаться. Пусть касаются. Тут дело не в том, что у тебя точки опоры нет, а в том, что ты полным рычагом работаешь. Большее количество двигательных единиц он вынужден задерживать. Да, и паузу сделано. Старайся в полной амплитуде работать. То есть я все-таки правильно вес подобрал, да? Ну, да. Ура. Под конец прям прожигает хорошо. Яковлев с Федором. Тут тоже как у тебя веса в 4 раза падает, когда начинаешь. Вот все подобные штуки пробовать. Он же тоже как бы, знаешь, он тоже за веса. Но так, чтобы это смотреть на каких-то вот таких негативных там. Я, к сожалению, два по-моему выпуска только посмотрел, не успеваю. Саша очень круто работает, вопросов нет. Мне очень нравятся те вариации техники и те подходы, которые он использует. Но я все, блин, никак руки не дойдут. Надо будет это срочно реабилитировать как-то. А вообще, да. Особенно если мы говорим про спортсменов опытных, у вас есть практически у всех сформированные паттерны не только по технике, но и по темпу выполнения. Есть героическое предложение икры вынести в завтра. Давай. Сделать завтра вверх груди трицепс икры. Давай сделаем. Потому что что-то у меня есть, судя по всему, вы сейчас не вытащите. Давай побольше сделаем чуть-чуть. Побольше вес? Да. Давай. Вот у меня во фронтальных позах немножечко как будто не хватает галифе бедра. Именно почему мы первым движением с ротацией забедренного выполняли разгибания, об этом и говорил во фронте. Более того, ширина бедра во фронт талию зрительно сузит. Еще. Ну, то есть, все равно латеральная часть больше получается. Однозначно. Угу. То есть, в задних позах я стараюсь максимально все равно носки разворачивать. Вот я правую ногу в правую сторону, в левую, в левую, чтобы вот этот галифе развернуть. То есть, не вот так вот знаешь, когда будет просто. Так это что, о чем мы и говорили во время выполнения движения. Ты когда во время позинга ногу выворачиваешь, ты же не поворачиваешь не просто в стопе, а вот ты ее в тазобедренном суставе разворачиваешь. И в этом положении как раз латеральную часть квадрицепса можешь поражать жестче и показать ее. Вот что мы, собственно, и делали только сидя. Угу. Вот это фишка кстати. Очень интересно. Ну что, вы красавец. Все. Прям молодчаги. Давайте поползли на выход. Да. Так, ну что, друзья, подведем небольшие итоги тренировки. Сегодня была очень объемная, интенсивная тренировка ног. Было тяжело, так скажем. Целый месяц до этого была у меня специализация. Главная цель была увеличение силовых показателей. Да. Очень хорошо спрогрессировал. Ну, то есть 250, там до 250 килограмм я доходил в приседаниях, жимы ногами, там около 500 примерно килограмм. Сейчас главная задача вот эти силовые применить в высоко интенсивно объемных тренировках. Ну, вот Саша дальше расскажет, какие тренировки у меня будут по специализации ног. Потому что с самого начала карьеры, то есть как бы у меня одна из выпадающих зон это бицепс бедра, квадрицепсы. И вот главная задача эти ноги будут собрать, хотя бы по крайней мере постараться за год их максимально улучшить к продебюту. Вот какой-то такой степени. В общем, у нас есть проблема с латеральной частью квадрицепса. Ее видно. Сегодня мы применили первый раз разгибание голени сидя в тренажере с внешней ротацией тазобедренного сустава. Поймали положение, при котором Андрей нагрузку укладывает конкретно в интересующую нас зону. Это движение, с учетом вновь приобретенных силовых, будет использоваться основное как с точки зрения стимулирования гипертрофии, так и одновременно подводящее к приседаниям. Сегодня мы отработали приседы комплексные, как статические, так и динамические в рамках одного подхода. Сделали вывод, что уровень выносливости пока недостаточный. Сердечно-судистую систему нужно еще тренировать, потому что закисляется Андрей очень быстро, а восстановление происходит довольно долго. Но, тем не менее, очень доволен тренировкой. За два часа крайне плодотворно проработали в круг всю поверхность ног. С бицепсом бедра ожидаемо проблем не оказалось. Он его чувствует. Он менее сильный, чем квадрицепс, но так обычно и есть. То есть тут проблем никаких нет. И мы увидели, в каких движениях у него получается стабильно концентрировать нагрузку в интересующих меня мышечных группах. Поэтому глобально сейчас отправляется есть и отдыхать. Завтра у нас тренировка верха груди, трицепса и икроножных, которые сегодня мы не осилили. Так что я думаю, все хорошо. Полученную информацию уже активно используем в составлении тех протоколов, по которым он будет работать следующие месяца-два. Спасибо вам, друзья, большое за просмотр. Если вам понравился ролик, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Надеюсь, что-то вы для себя новое подчеркнули из нашей тренировки. Даже для меня было что-то новое, касаемо разгибания ног с акцентом именно на латеральную часть квадрицепса. Поэтому следите, будет очень много интересных тренировок, фишки которых вы можете использовать в своем тренировочном процессе, касаемо от Александра Филиппова. Всем пока! Всем пока!